технический аппарат техника техника есть не только на улице которая ездит убирает там техника есть и в математике тоже значит какая нам понадобится техника нам понадобится целый ряд утверждений которые начинаются с визуального наблюдения за поведением чисел владимир игорь и чарнольд однажды сказал математика эта часть физики в которой эксперименты очень дешевые ну ничего не стоит то есть там коллайдер вы запускаете это много миллиардов каких-нибудь там тугриков а натуральные числа какой-нибудь петя васичкин посидел там траляля и вот он увидел что-то да что же он увидит а вот что он увидит первое что увидит любой петя васичкин это малая теорема фирма как он ее увидит а он начнет экспериментировать он возьмет например число 13 и возведет в него например число 21 21 в 13 потом возьмет и вычтет из него 21 и обнаружит что это делится на 13 о как интересно скажет петя васичкин а если 2 в 13 возвести и вычесть 2 опять делится на 13 это что за напасть такая а если другое число взять а если 13 заменить на 4 не получается да что-то не получается или на 4 как раз получится нет не получится 2 в 4 16 минус 2 14 на 4 не делится так может 10 попробовать не тоже не получается так а если в одиннадцатую в одиннадцатую давайте возведем что-нибудь в одиннадцатую степень например 10 в 11 минус 10 о делится на 11 но это просто минус единицы на самом деле а 8 ну короче ладно хватит валять дурака петя васичкин обнаружит что для любого простого п и для любого числа вообще любого целого числа а а в этой минус а делится на п это и есть малая теорема фирма значение который для математики просто нельзя переоценить то есть это абсолютно необходимый результат во всех последующих исследованиях серьезного сорта касающихся арифметики геометрии потом алгебраической геометрии каких-то там резонансов чего угодно вообще просто всего целых чисел как они есть малая теорема фирма она будет нами доказана четырьмя разными способами потому что на самом деле действительно как бы ядро то что в ядре надо по-разному на него посмотреть конечно одного доказательства вполне достаточно знаете как калмогоров как-то выступил на семинаре по истории что-то там установил а ему сказали спасибо большое очень интересно андрей николаевич ну как бы в истории мы не можем сказать что вы установили то что вы доказали потому что в истории всегда нужно много разных доказательств чтобы установить истину да то есть доказательств надо много и он говорит тогда я ушел в науку где для установления истины достаточно одного доказательства но нет на самом-то деле и в математике имеет смысл привести много разных доказательств потому что они по-разному проливают свет на предмет и я буду очень часто доказывать что-то разными способами и вот вот эту малую теремофирма я буду доказывать четырьмя как минимум четырьмя разными способами так дальше арифметика остатков легко заметить легко заметить что если ну сложить до два числа которые делятся там на какое-нибудь число м то получится число которое тоже делится на м если вычесть то же самое будет да если умножить число делящееся на м на число не делишь на м получается число делящееся на м ну а если например вы складываете два числа дающие какие-то остатки там альфа и бета определение на м то сумма даст такой же остаток как альфа плюс бета да то есть можно как бы чтобы посмотреть на остаток отделения на м достаточно взять сумму остатков и тоже с произведением что немножко сложнее почувствовать но тоже можно записать и понять что остаток отделения произведения двух чисел на число м равен остатку отделения произведения остатков это не всегда будет само произведение остатков потому что то оно может вылезать за диапазон от 0 до m минус 1. Но если взять этот остаток, вот как бы можно, остаток от произведения двух чисел при делении на m, можно делать два этапа, да? Вначале взять оба числа по модулю m, то есть остатки от деления на m, перемножить, а потом еще раз взять остаток от деления на m. Это приводит к арифметике остатков, то есть к рассмотрению всех чисел только с точностью до делимости на m. То есть я вместо числа рассматриваю его остаток при делении на m, и такую таблицу как бы сложения и умножения рисую как для обычных чисел, только теперь для всех остатков от 0 до m минус 1. Далее, изучив при различных m эти таблицы умножения, таблицы сложения будут очень похожи друг на друга, совершенно одинаково выглядящие. Так вот, таблицы умножения будут очень разные. В некоторых из них я для любого остатка смогу отыскать такой, который при умножении на него дает остаток равный единице. То есть взять обратный остаток, вот в таком арифметическом смысле обратный, для какого-то остатка при делении на 10. Например, для остатка 3 при делении на 10 я могу взять остаток 7 при делении на 10. 3х7 равно 21, но 21 при делении на 10 дает остаток 1. Поэтому в арифметике остатков по модулю 10 3х7 равно 1. Вообще, арифметика остатков по модулю 10 это просто таблица умножения, в которой забыт первый, ну как бы, разряд. Но для четверки я не найду. То есть вот 4 я не могу умножить на какой-то остаток при делении на 10, чтобы получилось единице, просто по соображениям четности. Справа мы требуем что-то нечетное, а слева 4 уже четное. Уже как бы не получится. Ну и вот есть некоторые числа, для которых, однако, всегда кроме нулевого остатка можно найти обратный. И эти числа, вот сюрприз, опять тоже простые. Это как бы простые кирпичи математики, простые числа. Здесь простое число участвовало, как самое важное, да, в малотереме фирма. И здесь выделяются в этой системе именно простые, и если вот это семейство остатков не всегда позволяло находить обратные, или математически являлось кольцом, но не полем, то вот это является полем. Эти два слова технических термина, кольцо и поле, будут в течение всего курса появляться. Кольцо — это система чисел, в которых можно складывать, вычитать и умножать по обычным правилам целых чисел. А поле — это система чисел, в которых можно складывать, вычитать, умножать и делить, как с обычными веществными числами. Вот. Ну, как бы при этом оно вполне может быть состоять из конечного числа, да, таких элементов, да, которые мы складываем, умножаем, делим и вычитаем. Если это делается по обычным правилам, то это называется поле. И вот техника вот этих выполнений арифметических операций, да, техника выполнения арифметических операций лежит тоже в сердце современного взгляда на математику. Так, что еще заметит Петя Васечкин? Он заметит, что простые числа имеют определенные закономерности. Он, конечно, обратит внимание на то, что простые подряд могут идти только если это 2 и 3. Ну, дальше просто любое простое должно быть нечетным. Но, однако, он обнаружит, что довольно часто, ну так, время от времени вот эти вот простые идут с интервалом 2. А бесконечное ли количество простых, идущих через 2? Самих простых бесконечное, мы это докажем, это несложно. А вот простых, идущих через 2. Еще Евклид задался этим вопросом. Ответа нет. Ответ неизвестен. Эта проблема на сегодня не решена. Никто на свете не знает. Бесконечное или конечное количество пар простых, так называемых, близнецов, идущих вот так через 2. Открытая проблема математики. Ну, вообще, закономерности в распределении простых очень интересные есть. Есть, например, такая закономерность, что если мы возьмем некоторую арифметическую прогрессию внутри целых чисел, такую, что первый шаг ее, а также вот этот вот начальный член и шаг, наверное, так это называется, взаимно простые между собой, то тогда в ней встретится бесконечное количество простых чисел. Ну, например, количество простых чисел вида 4К плюс 3 бесконечно и количество простых вида 4К плюс 1 тоже бесконечно. Это более сильное утверждение, чем то, что всех простых бесконечное количество, да, то есть и таких, и таких бесконечно по отдельности. Ну, и вот в арифметической прогрессии мог бы быть запрет на бесконечное количество, если бы начальный ход и потом шаг были не взаимно простые. Тогда понятно, что все следующие числа будут делиться на их общий делитель, и тогда, конечно, простых там уже не будет. Нигде, может, только там вот одно из них может быть простым, а остальные не будут. Но если они взаимно простые, то есть шанс на то, что в этой прогрессии бесконечное количество простых. Ну, например, там 12К плюс 5. Сколько простых вида 12К плюс 5? Бесконечное количество. Кто это доказал? Дерехле. Это сложно, но вполне возможно, что мы до этого дойдем. Ближе к концу, наверное, дойдем. Я знаю доказательства, я умею его, так сказать, это самое, воспроизводить, но это требует там очень серьезного погружения в математику. Так. Ну что же. Еще Петя Васечкин, конечно, обнаружит, что произведения различных наборов простых чисел никогда не равны друг другу. Из этого, в частности, будет следовать, что и дроби все разные, если написать две дроби, где в числителях и знаменателях там какие-то разные наборы, то они никогда не будут обозначать одно и то же количество, что совершенно не очевидно сначала. И многие не понимают, что это связано именно с основной теоремой арифметики. А основная теорема арифметики, забегая вперед, да, это именно это утверждение. Основная теорема арифметики, это утверждение о том, что нельзя перемножить один набор простых чисел и какой-то другой набор простых чисел и получить одно и то же число. Это первое, что мы с вами докажем. Основную теорему арифметики. А потом уже все из нее будем выводить. Ну а дальше наша техника связана с комплексными числами, с экспонентой от комплексного числа, с полнотой вещественных чисел, с свойством экспонента, как гомоморфизма между двумя операциями плюс и умножить. И мы это будем обыгрывать всячески. Ну и конечно, конечно, в конце концов мы строго докажем самую главную формулу математики, связывающую три константы. Ну как ни странно, это все на самом деле технический аппарат. Тут появлялись какие-то интересные, красивые результаты, но это именно результаты, которые нам помогут потом в установлении вот тех вот решений великих проблем, которые нам достались от человечества. Ну а это вообще по-своему, это очень красиво. Доказательство этого факта прямо красотища. Вы оцените, обещаю. Завершая, хочу сказать, что малотерема фирма лежит в основе действия всех кредитных карт. Всех компьютеров, всех систем шифрования и кодирования на всей Земле. Поэтому это не какие-то там математические изыски. Это то, что управляет всей нашей жизнью каждый божий день и каждую секунду. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует...